привет дорогие любимые зрители с вами марина сегодня у меня яркое настроение красочная и хочу чтобы она вас было такое же подобрала лоскутые обрезки именно таких оттенков и сегодня фруктовые истории кто досмотрит видео до конца я покажу очень много вариантов интересных проектов а сейчас кому особенно захотелось клубнички я буду шить вещички полезные нужные красивые подарочный вариант для кухни да это лоскутные прихватки без обработки края получится очень аккуратные и вы захотите мне кажется повторить этот проект напишите пожалуйста потом в комментариях а это выкройка прихватки клубнички я ее нарисовала отсканировала можно ее скачать в группах вконтакте и в одноклассниках приходите у нас очень интересно ссылочка в описании под видео какие утеплители можно использовать для пошива прихваток да даже старое полотенце а вы должны понять какую толщину вы задумали сделать для какой цели может быть кто-то повесит и пользоваться не будет я вот пользуюсь поэтому использовала кухонную салфетку остатки какого-то наполнителя а также я вам советую положить сверху какую-то ненужную ткань которая вам не жалко кусочек старой простыни и только после этого уже нашивать лоскуты а еще в комментариях бывают такие вопросы марина если у вас семья как вы все успеваете вести хозяйство так много шить да я не одна и хочу с вами поделиться как я быстро убираюсь на кухне а быстро наводить порядок на кухне мне помогает чудо-средство бренд фри знаю многие уже пользуются сегодня несколько опытов как это средство справляется загрязнениями заварной чайник быстро становится таким от чая и вот маленькая ложка порошка и горячая вода примерно 90 градусов идет пена все булькает это работает активный кислород хорошо что без запаха для меня это важно для вас наверное тоже кухонные полотенца у меня теперь всегда чистые и без пятен можно замочить с бренд фри на 15 минут потом постирать машинки вот пятна от ягод удаляет быстро а ваши полотенца тоже будут всегда свежие когда у меня заканчивается одна пачка я покупаю новую и цена всегда одинаково не дорожает термос и тоже можно почистить чудо-средством а если кто-то не купил то ссылка в описании мне очень нравится скажу это мой помощник и вот исландцы стали как новые а я ведь их мыло другими средствами а результат получился с бренд фри моя сестра прислала фото посуды которую почистила в деревне тоже пользуется этим отличным порошком универсальные средства бренд фри имеет больше 100 способов применения есть инструкция на упаковке а ссылка в описании где можно купить чудо-средство от всего шью я сразу две прихватки чтобы это был комплект и когда лоскутная вот уже деталька заготовка готова надо подобрать какая будет другая сторона у меня в крупный яркий горох смотрите внимательно как я соединяю первый слой утеплитель второй слой лоскут в крупный горох затем лицевой стороной то заготовка которая из лоскутов но надо сделать отверстие дырку прорезать чтобы в через нее вывернуть у меня же сегодня без обработки края и вот скажу обыкновенный метод когда мы оставляем сбоку не прошитые а потом иголкой ниткой зашиваем он все равно не такой аккуратный вот этот метод он очень простой я знаю что многие уже шили и благодарили что очень красиво получается потому что обработка косой бейкой еще не все на тренировались я вот люблю косой бейкой напишите в комментариях какой метод вам лучше нравится вот без обработки края или все-таки отделка косой бейкой нужно обязательно проверить все ли у вас с другой стороны лоскуты красиво пришиты и и нет ли пропуска и я как раз нахожу такое место но ничего страшного сейчас пришью еще здесь полосочку лоскутные ну вот да такой момент теперь обвожу выкройку фломастером прочертила по контуру прошила на швейной машинке и фигурными ножницами вырезаю если у вас нет фигурных ножниц можно выше обыкновенными вырезать и сделать небольшие насечки я показывала как я на выкройке делаю прорезь а теперь показываю как я на изделии делаю делайте побольше чтобы вам удобно было все вывернуть и обязательно утюг в кадре потому что это напоминание во время процесса шитья всегда нужно отутюжить получится очень аккуратно вам работать будет приятно а нам хочется чтобы у нас вещички но были хорошие правильно я прихваток сшила пока еще на канале мало обещала 100 мастер-классов пока еще 90 с чем-то так что дорогие мои видео по прихваткам еще будут также показала пришила петельку сделала по контуру строчку в этот момент пришила петельку теперь надо сделать листики листики какого цвета вы будете делать сами подбирайте вот у меня есть кусочек бязи остаток я складываю мне не нужную ткани с зеленой тканью сделал выкройку листочка и заранее можно даже вот сделать прорезь или потом все сшила листочки и их выкраиваю опять фигурными ножницами потом делаю отверстие дырку как я говорю и через нее выворачиваю опять нужно будет обязательно про утюжить да и листочки когда выворачиваем можно помочь себе какой-то деревянной палочкой или у меня вот есть ножницы они с тупым окончанием и ими я тоже но острыми ножницами можно прорезать придется все переделывать такие милые получаются листочки сколько листочков вы хотите три четыре пять это сами решаете у меня будет только два на три ошиблась 31 маленький два побольше мне кажется так будет красиво сначала я пришиваю прямой строчкой маленький листочек а потом по контуру два других листочка на швейной машинке показываю как я это делаю такие прихватки шить недолго результат такой хороший получается я думаю порадует вас а какой вы рисунок придумаете вот этот crazy здесь можно шить по четким каким-то правилам или вот как я показываю знаете такие вещички шить это просто вот отдыхаешь что-то тут фантазируешь и всегда у вас в запасе будут прихватки которые можно подарить придет соседка попить чаю и вы ее порадуете это изнаночные это не изнаночная это другая сторона как красиво закончить нужно взять иголку с таким ушком иногда говорят что это для слабо видящих или как-то по-другому называется вы как всегда мне в комментариях все подскажете я сделал узелок и ниточку вот так прячу но хочется чтобы уже все было аккуратно красиво и не торчали никакие нитки узелочки две прихватки готовы а я вам советую досмотреть видео до конца я покажу что-то еще всем желаю дорогие мои здоровья удачного творчества хорошего настроения и все у вас получится это другие прихватки клубнички я шила давно а дальше фрукты у вас получится у нас у вас у у у у у у а у у у Продолжение следует...